Доброе утро! Доброе утро! Шахтных стволов, по яких будуть добываться калейные соли. У протяг темы материал Олега Сентюрова. Полностью Петриковский горно-обогачальный комплекс повинен быть сзади на эксплуатацию. В 2021 году приблизный кост проекту – 1,5 млрд долларов. Зараз тут завешаны все подректовшие работы для будовинства основных объектов. Реализацию этого инвестпроекта «Акционерное товариство Беларусь-Калий» ожитивляю в ответственности с указом президента Беларуси. В 2012 году началась распроцовка документации, и еще праздник поступил до будовинства монтажных работ. Это место для нового предприемства «Абрана-Невыпадкова» Сгодно с опущенными оценками, под Петриковым находятся около 2,2 млрд тонн калейных соли. Гэтих запасов повинна хапить больше на 100 годов активной зобычи. Объект этот отличается своей масштабностью, потому что мы строили только объекты рудников, то есть предприятия по добыче руды. А сейчас уже замахнулись на такой объект – это строительство горно-обогатительного комбината, где кроме рудников будет находиться обогатительная фабрика. Проходка шахтных стволов – это по сути пеший крок по сдобыче калийных соли. В акционерном товаристве трест-шахт «Спецбуд», якое занимается этими работами, кажуть, что перед початком проходки пришлось заморозить воду на глубине больше 200 метров, иначе шахту просто затопить. Это одна засобливость у беларусской земли, у нее нет ракшмат воды, а простыми будут и дальнейшие работы. Сейчас вот здесь пошел мылец, он полегче. Ну а там пойдет все, как обычно, и доломиты, и песчаники, и очень сложные породы, твердая, большая крепость. То есть будем идти взрывным способом. Достаточно все трудоемко. Як чекается, как пройти шахту глубиней у 800 метров, в миновитотуль будет добываться калийная соль. Спотребится каля двух годов. У Вогули первая черга Петроглского горно-обогатительного комбината повинна почать работу у Снежни 2019-го. При этом на предприемстве будут выкористовываться только самые сучастные технологии, распространенные в Беларуси, и они дозволяют повеличить с добычу корыстных выкопанев до 85%, удвоя больше, чем было еще в 10-ти годе, тому, что в свою чергу отобьется на объемах белорусского экспорта калийных удобрений. Петриковское месторождение калийных солей это самое перспективное месторождение, которое позволит не только поддержать рудную базу Беларусь-Калия, но и позволит Республике Беларусь успешно конкурировать и увеличивать свои мощности на калийном рынке в мире. И если мы действительно строили Крысослободский, Березовский рудник для поддержания существующих мощностей, то Петриковский рудник, горно-обогатительный комбинат, это наша перспектива. Для Коминской области будовництво Петриковского горно-обогатительного комбината еще одна мощность развития территории. Уже сейчас у Петрикове началось будовництво жилья для работников предприемства, запланованы новые дороги и объекты социальной сферы. Для потреб региона можно будет выкористовывать и иншую инфраструктуру комбината. Вот будет, например, строительство трансформаторной постанции. Оно не только предусматривает для предприятия, но предусматривает в целом для региона Петриковского, Житковского, Калинковского. Алексей Натюров, Владимир Игапанько, телерадо-компания «Гоминь» Петриковский район. 20 мая у Гомили пройдет 13-й экономичный форум. Як шакается, его удельниками станут каля 500 человек с 24 краин света. Дарыш, за час проведения таких форумов заключены погоднения об инвестировании в экономику региона 1 миллиарда 600 миллионов долларов. Як отчувает себе на Гомельшине новые предприемства, и какие наибольша цикавые проекты пропонуют инвесторам в этом году, ведут наши корреспонденты. Замежное предприемство «Веза-Г» у Гомеля открылось в 2005-м. Его основатель – Российское акционерное товариство, которое, обращая Гомельского, мает еще 5 подобных заводов в России, Беларуси и Украине. Головная продукция – вентиляционное обсталевание и так званая климатичная техника. В основе были военные распроцовки ведущих немецких фирм. Непосредственно для Гомеля «Веза-Г» – это около 220 новых прационных мест и выкорастание майомости, которое ранее никому не было потребно. В свой час будинок выкупили у радиозавода и провели его в належный стан. Яшеден плюс импортозамещение. Хоть основная частка выработанного поставляется в Россию, предприемство – сдольное задоволить и потребы беларусских партнеров. В минулом месяце тут открыли яшеден цех по вытворчасти сучасных тепловых узлов. И одразу почали работу с проектными институтами об выкорастании этого обстелевания на узводимых в краине объектах. Сейчас проводится работа с проектными институтами, которые должны заложить эти изделия, свои проекты. Этот процесс займет порядка полгода. То есть результат не одномоментный, не одновременный. Як шакается, все лета работы экономичного форума будя организованная по пяти секциях, на каждой из которых презентуют не меньше как 10 проектов. Увагу ли инвест пропанул на 13-м экономичным будя больше, как 150. Але деталево разглядеть усе просто не хопить часу. С полным их списом можно будя ознайомиться на сайте форума и у специально подрихтованным каталозе. На пленарной части мы планируем презентовать три или четыре основные проекты. Это организация промышленной переработки стекла, будет презентовать Гомель-стекло, организация производства спортивных тренажеров, организация производства фильтров автомобильных и организация производства жидких концентратов и сухих торфосопропелевых смесей. Александров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, телерадиокампания «Гомель». Дареши размова про подрихтовку до пройдения 13-го Гомельского экономичного форума пойдет сегодня в программе «Диалог». Гости студии станет на месте к старшине Комитета экономики Гомельского облаконка Максана Корняенка. Программа выйдет в эфиру 19.05 хвилин одночасово на телеканалах «Беларусь-3» и «Беларусь-4». Почас эфиру будет працавать телефон промой линии. Задать свои пытания можно по номеру 77 68 45. Сегодня у Гомеля распашнется международный чемпионат «Молоте» и предпринимательство 2016. Основные мероприемства пройдут в Беларусском гандлево-экономичном университете с поживецкой кооперацией. У первый день заплановлены майстер-класс и круглый стол для выкладчиков. Церемония открытия и сам чемпионат отбудется завтра. 20 мая у дельники чемпионату наведают международную универсальную выставу «Кермаш» весна у Гомеля. Жихарам городов Беларуси с колькостью насильництва до 20 тысяч человек стало простее отримать льготные кредиты на ремонт жилья. Змене неутримливое указ президента номер 141. Документ на кированы на урегулирование пытанию про доставление льготных кредитов в выпадках, кали жилое помешкание на правах долевой властности належить не одному, а одразу некальким громадянам. Так, продуглеженные нововведения, керане не были вызнашены законодавством. И льготный кредит зараз може быть предоставленный не только уласнику жилого помешкания, а и одному з дольщиков. При этом необходна згода усих уласников. До полного погашения кредиту, отчужения, продаж, обмен, альбо дарения не только жилого помешкания, а и его часток забороняется. Также указом регламентирован принцип одноразовости получения льготного кредита. Если раньше он определялся только в отношении кредитополучателя, то теперь и применительно к жилому помещению на ремонт или реконструкцию которого предоставлен льготный кредит. Учитывая то, что банк выдает льготные кредиты по утвержденным райсполкомам списком льготного кредитования, то более подробную информацию можно получить в каждом конкретном случае, обратившись в рай горысполком по месту жительства. Угомельским горваконками отбылось посяжение детячого городского парламента. Он был створен год тому и объедовал 27 активных школьников областного центра. На встрече они подвели выники працы и вызначились с планами. На протягу года юные парламентары реализовали около 10 проектов, дельниками яких стали прикладно полторы тысячи человек. Сярод галунных инициатив, акции, разумные каникулы Гомельское лето, гуки родной земли, шматлики флешмобы. Их накераванность допомога пожилым людям, популяризация родной мовы, здорового ладу жития. Я считаю, что дети у них у нас, у нас совершенно другой взгляд на мир. Когда нам возникает какая-то мысль, мы немедленно готовы действовать, готовы что-то придумывать, инициировать, потому что мы сейчас это можем, у нас есть возможности и почему бы нет. У посажений приняли удел старшня Гомельского городского совета Республики Беларусь Олег Левшунов. Они заслухали идеи и выказали жадание поднимать их реализацию. Дарышейся родпланов с дымки фильма про наступальную операцию Багратион и с устреча с Минским Дитяшим Парламентом. Депутат Палаты представителей имеет право законодательной инициативы, но вот через такие органы молодежного движения, через наших граждан, через избирателей моих. Мы работаем над законопроектами в той или иной сфере черпаем новое, мы слышим людей. Мы можем говорить, что это в форме игры, но однако изменить игра очень важна и перспективна, и это надо делать. И ребята чувствуют сами, что надо, какие надо продвигать проекты в городе. Сегодня разом с усветной супольностью Беларусь устракаем Международный День музея. 152 музея Беларуси ветливо очиняют свои дверы на ведвальникам. На гомельшине профессийное свято означают 200 супросовников 26 державных музейных установ. Тысячи экспозиций, 12 тысяч экскурсий, полторы тысячи самых разноплановых культурно-массовых мероприемств. Такие суммарные вынеки працы за год в Лишбах. Но в справе захование историко-культурной спадщины, патриотичного выхования их роль не оценная. По традиции у мая наведовольников запрашаются на акцию «Ночь музею». Музей маэстро под открытым небом уже наведали гости картины галереи Гаурей Лавашчанки. Музей истории города селлита раскрывал сокрыты Ковальской справы. На этом тыдне эстафету примет гомельский палацово-парковый ансамбль. 20 мая тут пропануть неверогодное фантастичное шоу с множеством загадок. Для наведовольников рыхтует уникальная подорожа про стагодзи и сусветы. гомельский гомельский фестиваль православной культуры кладезь. Традицию проведения доброчных кермашов накереванных на допомогу людям, которые опынулись в складанной житевой ситуации, протягивает святый Елизаветинский монастыр города Минска. На открытии фестиваля побывали наши корреспонденты. Сестры на протягу десятых гаду реализуют в Беларуси старожитную традицию, сгодно с какой монастыр это не только молитва и духовное остановление, а также адукация и культура. У его социальной деятельности есть место и мастерства и прегажостя. В рамках фестиваля православной культуры кладезь ладятся концерты, творческие встречи, духовные гутерки для детей и дорослых. А также проводится православная выстава кермаш корыстных подарунков и сувениров, многие из которых ручной працы. У Гомеля гандлевые павильоны размещены на пляце у цоколя ледового палаца. Тут можно набыть церковные товары, керамику, книги, продукты для прегажостя и здоровья. Здесь на этой площади у нас представлены изделия наших монастырских мастерских, в которых трудятся и не только наши прихожане, монашествующие сестры, трудятся люди, которые попали в тяжелой жизненной ситуации. Наш монастырь кормляет два подворья, мужское и женское. И все вот это совместными усилиями, совместными трудами, все, что изготавливается у нас, мы привозим сюда. На пеце сестер свято-елезаветинского монастыра находятся несколько больниц, интернатов и притулков. Тут так само працуют майстерни, выробы яких можно найти на выставе и набыть за символичный кушт. Можете пройти по экспозиции в России Неполоцкой, написать себе что-то на старославянском языке, изучить старославянский алфавит. Здесь можно сделать себе какие-то изделия из соломки, сделать поздравительную открыточку, приобрести очень много сувениров для своих родных и знакомых. У неделю 22 мая организаторы фестиваля плануют познайомить Гомельшан с творчостью аутера и выкануть песен письменницы Татьяны Дашкевич наведать сустречу, яка отбудется у областной библиотеки имя Ленина можно бесплатно. Вольга Коновалова, Ганна Ковалева, Валера Гапанько, телерадиокампания Гомель. И на этом поколюсе озеро развитем подей сошите по наших выпусках. А я с вами развитуюся. До побачения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова